Мы в Египте, мы в Хургаде. Всем доброе утро! Заселение в номер у нас прошло, все в порядке, мы уже переночевали ночи и сегодня утром мы отправляемся в новые приключения. Наш вид из номера. Да, друзья, вот так вот выглядит красивое Красное море, пляж, бассейн, пальмы, горки и поверьте, это еще не самый плохой вид из номера. Правда. Заселение у нас прошло очень интересно, я вам потом расскажу, как мы заселялись в этот номер. Расскажу маленькие лайфхаки, которые можно использовать в этом отеле при заселении. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и вы узнаете, как у нас прошло заселение в отеле Zia Regina Resort & Aquapark. Я вам быстренько покажу наш номер. Вот такой номер нам достался, достался не без приключений. Номер. Это мы уже немножечко сами здесь занимались с интерьером. Номер большой, просторный, но достаточно уставший. Телевизор с такими замечательными ножками. Наверное, на тот случай, если он со стены свалится, сразу встанет на ножки. Это все дерево. Вот видите, оно немножко просто. Наш номер расположен на третьем этаже. Получается самый дальний левый корпус от ресепшена. Но зато рядом бассейн и пляж. Перед завтраком хотим на ресепшене арендовать сейф. В номере сейф есть, но гид нам сказал, что были случаи, когда в сейфе частично пропадали деньги. Поэтому лучше арендовать сейф на ресепшене. Он арендуется бесплатно. Никаких дополнительных плат не берут. И сегодня ветерок на улице. Там пляж. Это наш корпус. Мы пришли на ресепшен арендовать сейф. Абсолютно бесплатно. Вы заполняете форму, вам выдают сейф. Не знаю, что мне. Почему вейдем не в динейсерф? Почему? А просто чтобы другим, кто сюда поедет, было проще ориентироваться в этом отеле. Да, вот, вот, вот. Ну, ну. А, room number. Сигняча. А, дата? Размер у сейфа небольшой, но вполне достаточный для того, чтобы убрать все необходимые документы. Так, у нас все. Один крючок нет, один крючок я не использую. Мы уже позавтракали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажу вам, как проходило наше заселение в Ноно. Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что заселяли немножко раньше, не в два часа, а чуть раньше. Где-то в районе часа ночевое заселение. Причем, часть людей, которые приехали вместе с нами, они уже заселились в Ноно. Мы подошли на ресепшен, и тут началось самое интересное. Мы бронировали стандарт room. И на ресепшене у вас спрашивают, вы хотите стандарт room или the best стандарт room? Я говорю, что это значит? Ну, если стандарт room, то это одна, как бы, категория номеров. А если лучший стандарт room, то это совершенно другая категория номеров. А если хотите бунгало, это уже третья категория номеров. И я спрашиваю, что для этого нужно? Они говорят, нужно будет доплатить. Я говорю, сколько? Они говорят, а сколько вы готовы доплатить? Я уже выпил. На грязь. Девчонки, пошли на грязь. Сейчас придем. Погода будет. Супер. И, значит, нам предлагают стандарт room или бунгало. И тут небольшой лайфхак. Перед тем, как ехать в этот отель, я посмотрела несколько отзывов на ютубе. Отзывы были как хорошие, так и плохие. Были виды номеров очень низкого качества и были виды более-менее приличных номеров. Я сделала скрин. И когда нам предложили выбрать стандартный номер или бунгало, я спросила, я могу сначала посмотреть? Я говорю, да, конечно. С нами пошел сопровождающий, показал один номер, якобы стандарт room. Вот здесь вот рядом двухэтажный корпус. И там очень убитые, очень уставшие номера. То есть кровати поломаны. Стены непонятно какие. Шкафы тоже все изуродованные. Обычные старые маленькие телевизоры, которые когда-то еще в 90-х годах стояли у нас на кухне. Мы посмотрели и пошли смотреть другой номер, бунгало. Там, в принципе, в принципе, мебель была по такому же качеству. Единственный плюс этого номера то, что он находился вот в этом оазисе. Вот видите, вот они стоят, это бунгало. Но номер был также уставший, дверь закрывалась плохо. И получается, что вы живете, и между вас постоянно кто-то ходит. Я вернулась на ресепшн и сказала, что два номера, которые вы нам показали, это не стандарт room. Стандарт room в этом отеле, и я показала скрин более-менее приличного номера. В итоге молодой человек на ресепшн не психанул и дал нам ключи от номера без доплат, без всего. В третьем корпусе, слева, у бассейна и у пляжа. Номер более-менее такой приличный. Мебель, конечно, уставшая, но там хотя бы ЖК-телевизор, хотя бы более-менее нормальный просторный номер, нет запаха. И, в общем-то, мы на него согласились. Так что, ребята, да, бронирую этот отель, вы бронируете стандарт room, но по приезду вас начинают тупо разводить на ресепшн. Платите деньги, и тогда у вас будет хороший номер. Или первое, что вам показывает, это просто-напросто помойка жуткая. Ну, тем не менее, если вы хотите платить, то платите. Но я считаю, что платить здесь абсолютно ни за что не надо. Вы просто-напросто, действительно, владея информацией и немного оперируя своим телефоном, можете заселиться в средненький номер. Есть, конечно, корпус, где, скорее всего, хорошие номера там, потому что стоят пластиковые стеклопакеты, вид на пляж или на бассейн. То есть очень хорошие чистые номера, по-видимому, я там не была. Но попробую на ресепшн попросить, чтобы показали хотя бы один номер в том корпусе, для того, чтобы потом показать вам. Сейчас мы пойдем на пляж. С утра был очень сильный ветер, было пасмурно, но сейчас погода замечательная. Солнышко светит на улице, тепло, и нам пора отправляться на пляж. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. А у нас новый квест. Мы вышли из номера и сейчас будем искать место на пляже или у бассейна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok